всем здрасте у нас сегодня продолжение разговора про разработку программного окружения программа с печеньем linux вот и сегодня у нас будет разговор про сборочное окружение опять потому что во первых потому что меня об этом просили вот а во вторых потому что на самом деле проблематика которая при этом возникает она довольно разнообразная и главное при определенном в определенных случаях неизбежные вот это я говорю как человек который время от времени очень регулярно занимается решением или скажем так спотыкается решение вот этих проблем о которых мы будем говорить о проблем следующий представьте себе что вам нужно писать программный продукт который ну собирается из исходников и работает как мы уже знаем для этого нужен не только компилятор а на самом деле довольно большой набор инструментов иногда он не четкий этот набор главная идея состоит в том что у вашего проекта если он достаточно большой будут сборочные зависимости то есть для того чтобы вообще ваш проект собрался и заработал нужно чтобы в среде сборочном окружении присутствовал некоторое количество инструментов в том числе значит те которые собственно собирают и участвуют в процессе сборки и те которые необходимы но скажем так они тоже нужны для сборки конечно же я имею виду про библиотеки говорю про библиотеки те которые необходимы будут дальше при эксплуатации скажем вот то есть у вас есть грубо говоря мэйк для того чтобы собрать проект и есть какие-то библиотечки точнее их девел версии я не знаю показывал я пошла что эти чем они отличаются или нет если нет покажу девел версии библиотек которые собственно с которыми происходит сборка когда учет собирается ну достаточно легко написать мэйк файл который использует библиотеки мы это делать прошлый раз мы это делать домашнем задании все хорошо проблемы начинаются тогда когда выясняется что не очень понятно где эти библиотеки брать или инклюдники от этих библиотек в не в разных операционных системах не говорил даже так в разных линуксах не говоря уже в разных операционных системах из разных гнезд эти библиотеки эти инклюдники могут лежать в разных местах в user include в user local include в там не знаю user include ими библиотеки вот такое типичное разнообразие того где лежат инклюидники библиотека может даже называться по-другому ну например если вы собираете в такой операционной системе где традиционные именования файлов там лип что-то . . со . что-то . что . . что-то не годится или не принято вот могут отсутствовать могут ну в общем куча всего вот предусмотреть различие этих путей названий возможное наличие или отсутствие сборочных инструментов в мейк файле невозможно он и без того достаточно быстро становится очень сложным вот но уж обмазывать его какими-то их дефами значит в зависимости от окружения это значит создавать руками какой-то немыслимо огромный мейк файл вот причем некоторых собственных инструментов анализа сборочного окружения в мейк файле нет что это значит это значит что для решения вот этих двух задач а именно анализа сборочного окружения на предмет того достаточно она для того чтобы собрать наш проект и вторая задача это как бы не хочу говорить слова профилирование различные настройки сборки нашего проекта там с поддержкой такой-то библиотеки без такой поддержки такой-то библиотеки с поддержкой допустим каких-то аппаратных функций без поддержки аппаратных функций сборка одного и того же проекта с различными дополнительными параметрами вот это все очень плохо удается мейк файлу вот поэтому нормальная практика состоит в том что то makefile у нас является генератом, то есть мы уже знаем понятие генерат, так вот makefile тоже генерируется. Для того, чтобы написать достаточно кроссплатформенную программку, которая бы собиралась независимо от того, в каком месте библиотеки лежат и как они называются, нужно использовать какой-то более высоковерный инструмент, которому вы расскажете, какие именно по сути вам нужны библиотеки для сборки, какие именно параметры в этой сборке бывают, а дальше вы заставите этот инструмент проверить, насколько окружение подходит для сборки того, что вы хотите, и предоставить сборщику, то есть человеку, который будет собирать ваш проект, возможность настраивать вот эти параметры. Такие дела. Наиболее распространенный инструмент, который этим и занимается, называется автотулз. А вот, сейчас найду к нему что-нибудь такое базовое. Вот они. Общее название автотулз это целый комплект утилит, которые занимаются, решают ровно эту задачу, вернее эти две задачи. Профилирование сборки, профилирование, так сказать, опционирование сборки и адаптация к текущему сборочному окружению, в том числе проверка, насколько оно вообще подходит для того, чтобы собирать. И это очень старые инструменты, такие одни из первых мощных инструментов, которые решают эту задачу. Со временем они обросли всевозможным легоси. Они используют довольно забавный синтаксис, частично написанный на шеле, частично на перле, частично на языке макросов М4. И вот это последнее, что они написаны на языке макросов М4, давайте посмотрим на какой-нибудь М4 в качестве места, где... Вот. Да. Тут есть какая-нибудь документация. Сейчас давайте посмотрим. Ну, да. Вот. Значит, неожиданный язык макроподстановок. Как вы помните, макроподстановки это... Реба описывается либо регулярно, либо контекстно-свободными грамматиками. Я точно не помню сам. Но идея состоит в том, что они однопроходные, то есть вы пишете нечто, что преобразует один текст в другой путем раскрытия макросов. Ну вот, смотрите, значит, у вас есть обычный текст, в котором есть ограниченное количество ключевых слов и ограниченное количество специальных символов. Вот. Кавычки апостров и гравис, то есть обратная кавычка и ординарная кавычка определяют уровень литеральности. То есть чем их больше, тем больше... При подстановке одна пара таких кавычек убирается. Вот. А define определяет макрос. Все. Вот этот макрос... Да. Вот. Здесь, правда, видите, уже такой более хитрый пример с двумя кавычками. Но вы, в общем, как-то понимаете. Вот это вход, а вот это выход. В общем, бог бы с ним. Давайте я, может быть, покажу пример руками, потому что это, наверное, более правильно, да? Видели, да? Значит, все, больше ничего он не умеет. В связи с этим, это, с одной стороны, эффективный инструмент, в смысле инструмент для написания очень эффективных преобразований макрос. С другой стороны, он такой слегка... Такой, ну... Олдскульный по внешнему виду. Поэтому, ну... Как это сказать? Сталкиваясь с ним, иногда становится интересным. Касаемо, значит, нашего... Нашего... С вами... Нашей с вами темы. Это было отступление. Это я к тому, что, когда вы имеете дело с автотулсами, у вас частичная часть кода написана на этом самом М4. Вот. И читать... Особенно генерат М4. Это такое себе развлечение. Ну и тем не менее. Значит, с чего все начинается? Значит, я нашел очень неплохую методичку. Я сделаю ссылку на нее в тексте наших лекций. По... Ну, прям вот совсем с нуля. Ну, давайте сделаем какой-нибудь... Вот. Значит, что мы сделаем? Мы, во-первых, возьмем какое-нибудь файло, которое у нас было... На всякий случай замажем это гетоном, чтобы было удобнее. Возьмем какой-нибудь файло, которое у нас было... Которое у нас было в примере... Сейчас я найду терминальному... По-моему, вот это. Да. Да. Смотрите. Значит, это, если вы помните, а может быть, я это не показывал, программа на Courses, которая... Которая нам показывает... Ну, не нужно. Я нажимаю на кнопочки, она показывает их код. Причем, обратите внимание, если нажимаю на кнопочку, там, функциональную клавишу, то она показывает внутренний номер EnCourses для функциональной клавиши. Очень удобная программа. По Escape у него выход. Вот. Выглядит она совсем... Ну, давайте мы ее переименуем. Как-то так. Вот. Остальное все удалим. Вот. Значит, вот такая программа. Сейчас мы к ней будем делать проект AutoTools, который его, эту программу обмазывает. Вот. Как вы понимаете, к ней нужна еще библиотечка. И поиск инклюидников. Ну, в общем, как классическая задача превращения проекта, который не собирается, в проект, который собирается. Обратите внимание, что мне удалось скомпилировать программу с этим самым EnCourses. Да? Давайте еще раз. Потому что на самом деле в сборочном окружении уже присутствует нужная библиотека. Вот она. Вот. Если бы ее не было... Ну, например, вот так вот. Да? Сборку бы не удалось. Вот этот момент надо бы заранее проверить до того, как человек начнет собирать. Чтобы ему прям было нарисовано. У тебя не стоит вот эта вот библиотека. Будь добрый пост. Значит... Заметим, что компилятор удалил A.out при попытке собрать. Поэтому тут все хорошо. Что нам говорит вот эта статейка? Что для того, чтобы... А также вот эта вот картинка, кстати. Где она тут? Вот эта картинка. Для того, чтобы начать работать с AutoToolZone, нужно запустить утилиту, которая называется AutoScan. Вот. Давайте посмотрим, что она делает. Которая просматривает все исходники и формирует из них некоторую затравку, заготовку для будущих профилей нашей сборки. Давайте допустим его. Он сгенерировал файл под названием configure.scan. Вот. И лог. Лог сейчас пустой. А вот configure.scan... Ну, давайте мы его переименуем. Мы его configure.scan.configure.ac. Вот. Потому что configure.scan это промежуточный файл, а настоящий файл называется configure.ac. Аc от слова AutoConf. И посмотрим на него. На этот configure.scan. В конфигуряке на языке M4, сразу скажу, поэтому тут такие вот квадратные скобочки. В конфигуряке на языке M4 описан ваш проект. Вот. Вот здесь вот нужно его название написать. Ну, скажем, full package name это значит... Версия, ну, допустим. Bug report address. Ну, не знаю. Вот. И вот в этом месте на языке, на языке, собственно, автотулз мы должны указать, какую библиотеку нам, какую библиотеку нам нужно по ходу подключить. Да, эта программа собирается в 1DN. Обратите внимание, что AutoScan уже нашел kscan.c и нашел какой-то конфиг h, которого на самом деле у нас нет. Вот в конфиг h будут как раз сложены параметры сборки. И вот имеет смысл подключить вот здесь вот. Мы потом, я покажу, как им пользоваться. Собственно, он ради этого и делается, конфиг. Вот. Мы его здесь подключаем. Сейчас его нету. Конфиг h это генерат. Вот. Значит, да. Тут надо еще, после того, как вы сказали init, нужно еще... Сейчас скажу, что сделать. Сейчас скажу, что сделать. Нужно... Сейчас вот этот кусок конфигуряка настраивает, собственно, автоконф, а вы еще должны сказать, что там для автомейка должен быть кусок. Вот. Где-то тут должно быть... Вот. Да, значит, поскольку чисто теоретически автоконф может использоваться вообще безо всякого автомейка, да. Значит, автоконф это настройка окружения, а автомейк это генерация make-файла. Понимаете, да? Значит, задачу профилирования сборки, проверки наличия нужных сборочных зависимостей выполняет автоконф, а задачу генерации make-файла под это дело выполняет автомейк. Чисто теоретически вы могли сгенерить не make-файл, а какой-нибудь другой инструмент для сборки, ну, какого-нибудь ninja-файла. Вот. Я не знаю, существуют ли настройки под конфигурь, которые генерят ninja-файл. Скорее всего, да, но они все не настолько развеситые, как автомейк. Автомейк очень большой. Вот. Но, тем не менее, мы должны его включить. Да? Значит, вот картинка. Мы формируем конфигуряк. Конфигуряк это настройка того, какие библиотеки инклюдники, вообще какая нам нужна сборочная среда. Вот. И этот конфигуряк, в конце концов, сформирует скрипт, который называется конфигурь. Мы его запустим, этот скрипт нам все проверит и настроит. Заодно сгенерит конфиг.h. А для того, чтобы после конфигурья заработал make, нам надо научить конфигурь с помощью автомейка генерировать make-файл. Вот. Автомейк возьмет наш будущий проект make-файла, сделает из него шаблон для конфигурья, а конфигурь скушает шаблон и, собственно, пройдет make-файл. Вот такие дела. Значит, если мы собираемся решать обе задачи, профилирование, настройка, сборки и генерация make-файла, мы должны сказать автоконфу, дорогой друг, зафигачи автомейк. В принципе, уже сейчас можно работать, только работать не будет, потому что мы не указали библиотеки. Давайте мы их укажем тупым способом, просто чтобы потом показать, какие не тупые должны быть способы. IMLD-Lips, по-моему. Какой-нибудь IMLD-Lips. Я сейчас не помню наизусть, но я сильно подозреваю, что именно так. Это куда надо сказать? Это в автомейк, надо сказать. Окей. Значит, конфигурь. Это у нас профиль для утилит-конфигурь, который будет настраивать нашу сборку. Теперь, значит, будущий make-файл. Вот. Он называется make-файл.am, потому что его будет обрабатывать автомейк. В этом make-файле am мы должны что сказать? Мы должны сказать, какие у нас программы собираются. Вот. Она у нас будет называться кейс-кан. Да? Вот. Мы должны сказать, где у нас лежат исходники. Ну, скажем. В ней, как они называются. Вот. Ну, как-то так. Вот. И, в общем, пожалуй, все. И, в общем, пожалуй, все. Ну, вот здесь вот, я думаю, что am вот не умеет, не знает слова am делимся. C-флаг знает. Ну, хорошо. Минус lnfcv. Я не уверен, что у меня сейчас получится, потому что это неправильный способ. Это фактически мы сказали конфигуре, ничего не проверяй, я в make-файл сразу положу флаги. Я не уверен, что я прав, но проверить надо. Если нет, я сделаю правильно. Если да, мы увидим, почему это неправильно. Вот такая красотень. Значит, вот это у нас будущий make-файл. Обратите внимание, в нем ничего лишнего. То есть, вообще ничего от make-файла пока нет. Мы только описываем какие-то стандартные. Видите, он даже знает, Vim знает, что такие есть специальные переменные в автомейке. Вот. Мы описываем какие-то стандартные свойства этого самого нашего будущего проекта. Вот. А здесь мы описываем, из каких частей он составит. Такие дела. Давайте мы сейчас это закоммитим. Если что, поправим. О, только автоскан Default Lock нам не нужен. Вот. Дальнейшие наши действия. Дальнейшие наши действия состоят в том, чтобы запустить последовательно несколько программ, которые будут порождать, как вот на этой картинке нарисовано, порождать, значит, в конце концов, конфигури файл. Этих программ довольно много. Но есть такой шапочный для них инструмент, который называется AutoReconf. Вот. Он будет запускать AutoConf как бы с нуля. И мы его сейчас запустим. Посмотрим, какие другие инструменты он запускает. AutoReconf с ключиком минус F и S и V. Значит, ну, давайте посмотрим, что это все означает. Ключик минус F означает force, то есть все перегенерить. E означает положить в текущий каталог нужные файлы, которых не хватает для типичного проекта. Сейчас мы увидим какие-то файлы. Потому что вся вот эта пачка утилит настроена на определенный workflow. S означает, что мы будем не копировать эти файлы, а изготавливать из них симлинки на них из нужного места, который, собственно, с собой AutoTools приносит. Ну и V означает вверболс. Ну, давайте сделаем. FIS V. Значит, смотрите. Первым делом запускается утилита ACLocal. ACLocal с ключом минус force создает файл под названием ACLocal M4. Кто хочет посмотреть, как устроен жесткий текст на M4, глядите сюда. Вот это текст на M4. Это макросы. и их подстановки. Страшные скобочки. Вот. Там где-то вначале должно быть преопределение скобочек. Не вижу преопределения скобочек. Ну, короче, вот такой вот страшный текст на M4. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы все вот эти макросы можно было положить прямо в наш проект. Весь этап генерации конфигурия скрипта, вот этого скрипта конфигурия, предполагается, что это делает разработчик не тот, который собирает проект, а тот, который разрабатывает. И обычно в бинарниках хранится конфигурия, вот, чтобы можно было сразу его запустить. Ну, давайте сразу его запустим. Значит, напоминаю, что наш конфигурия обучен работать с makefile.iram, обучен запускать автомake, что он, собственно, сейчас и сделает. Вот. Да, кстати, давайте посмотрим на этот генерал, да, конфигурия. Конфигурия. Это скрипт на шеле. В этом смысле он более читаемый, чем скрипт на m. Но зато у него 4600 строк. 4600 строк. Вы такое никогда не напишите. Вообще, что животворящая подстановка макросов делает, это уму непостижимо. Ну, вы помните, да, главная проблема программирования на макро языке, на языке макроподстановок. Вы написали 3 макроса, потом написали 6 макросов, использующие 3 макроса, потом 2 макроса, использующие эти 6. Ну, и так, пописали, пописали, и там в довольно скорое время ваша программа там из 10 строчек превращается в программу из 40, из 4500 строчек, что, собственно, мы сейчас и увидим. Вот. Значит, и так, из профиля конфигуриака, вот, и профиля, то есть, профиля для конфигурия, который описывает свойства проекта, и профиля для makefile, который описывает будущий makefile, у нас собралась утилитка конфигурия, а нет, makefile еще не трогали. Вот. Ну, давайте теперь запущем конфигурию, а мы запустили уже. Мы уже запустили конфигурию, вот, и конфигурия начал проверять. Начал проверять, есть ли нужные утилиты, например, авк, есть ли makefile, есть ли компилятор, как он работает, нужно ли писать .exe после работы, поддерживается ли отладка, насколько это старый компилятор, чтобы он поддерживал стандарт C89, извините. Ну, и, в общем, подумал, 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 в частности, он создал файл под названием config status, давайте на него посмотрим. Это внезапно тоже shell script. который будет, который запускается для того, чтобы создать конфигурию. И, что более важно для нас, config h. Значит, config h.in, по-моему, сгенерился чуть раньше. Вот он, вместе с конфигурием. Как выглядит config h.in, давайте в него посмотрим. Это, значит, еще раз, config h.in, это тот самый C-шный инклюдник для настройки, для того, чтобы использовать его в программе и смотреть на настройку окружения. Вот, config h.in, от слова input, он сгенерился автореконфом, как я понимаю. Вот. В нем, собственно, ничего не задано. Видите, все on dev. а вот в config h, после запуска конфигурии, вставлены те значения, которые мы в конфигурияке написали. Package называется keyboard scanner, package name keyboard scanner, ну, короче, вот. Причем, обратите внимание, вот эти названия он придумал сам. Вот. Есть еще url, ну, мы не задали url, фиг с ним. Такие дела. Что-то я не вижу, что он у меня makefiles генерил. Ну, слушайте, давайте подглядим шпаргалку. У меня есть, на самом деле, шпаргалка. извините. Извините. Вот. Тут ничего не нужно. Тут тоже ничего не нужно. А, во. Во-во-во-во-во-во. Мы должны указать, все. Мы должны указать, собственно, какой конфиг файл нам нужно сгенерить. Извините. Да. Так. Так. Вот это все лишнее. Хорошо? Дубль два. О. Ну вот, наконец-то. Значит, оклокал у нас отработал. Запустился автоконф. Запустился автохедер. Автохедер, он лазит по источникам, по исходникам в надежде вынуть оттуда дополнительные настройки, которые нужно сложить в конфигаж. Вот. И тут нам автомейка говорит. Автомейк. Значит, автомейка говорит, слушайте, ну я вам, конечно, скопировал всякие файлы, которые вам будут нужны при сборке. Вот. Но в вашем проекте должно быть... GitClean не реадактирует GitIgnore. GitClean удаляет все файлы, которые в текущей копии не... Все файлы, которые в текущей рабочей копии никуда не добавлены, которые он считает генераторами. Видите, он не untracked. Соответственно, я скажу, GitClean, он удалит всю untracked. Ну вот. Да, значит, смотрите, да, тут мне советуют, что... Ну, короче, я уже сам проблему решил. Вот. Смотрите, что мне говорит автомейк. Автомейк говорит, в вашем проекте обязаны существовать еще 4 файла. News, Redmi, авторс и change log. Вот. Так уж повелось. И вообще, по-хорошему, еще должен быть файл копинг, в котором будет лежать рецензия на ваш проект. Но, если вам очень лень, мы туда скопируем gplv3, значит, вот в таком виде живите. Ну, видимо, в этом виде мы и будем жить, а вот остальные файлы нужно добавить. Так, давайте мы сделаем сначала clean. clean. Дальше добавим файлы. Пустые, потому что мне лень в них заполнять, но можно будет и заполнить. Вот. Ну, и повторим наше упражнение. Дыдыщ. Ну да, разумеется. Значит, почти наверняка можно настроить как-нибудь по-другому, но мы идем самым коротким путем. Обратите внимание, тут, значит, в чатике люди, знающие, пропалили, ну, впрочем, я тоже пропалил народные названия для автотуз. Они называются автокрэп, потому что чем сложнее проект, тем проще сломать мозг при попытке с ним работать. Ну, да ладно. Значит, вот он наш конфигурь, давайте мы, да, вот обратите внимание, после того, как мы сказали, что у нас мегфайл надо генерить, появился, в результате работы авториконфа, появился еще мегфайл.ин, это штука, из которой конфигурь будет делать мегфайл, давайте туда заглянем. Вот. А, ну, что в него заглядывать, в нем 766 строк, да, значит, это мегфайл, который умеет делать очень многое, он умеет собирать, он умеет удалять, он умеет инсталлировать, он умеет тесты запускать, короче, целую кучу дополнительных таргетов для нашего проекта, которым мы, ну, парочка из них мы воспользуемся. Ну, что, наконец-то запускаем конфигуре. Вот. Обратите внимание, что у нас есть два конфигфайла, мегфайл, конфиг.h, оба из них готовы. И я так сильно подозреваю, если мы скажем make, мы получим фигню. Фигня состоит в том, что, как я уже ванговал, вот этого самого LD, вот эта штука, она не работает. Но это не страшно, потому что мы можем сказать, по-другому. Да, мы можем сказать, вручную все это задать. Давайте это сделаем. Значит, как я уже говорил, такая фигня не работает. А вот такая вот фигня, я думаю, будет работать. Тоже нет. Давайте посмотрим на веб-файл. Или там LDLips в одно слово. там LDLips в одно слово. Тоже нет. Да что ж такое? Видимо, просто Lips. Да? Да, просто Lips. хорошо. Та-дам. Значит, что произошло сейчас? В нашем make-файле генерате есть довольно много дополнительных способов настроить сборку. в частности, в частности, вы можете задать переменную make, в котором опишите библиотеки, нужные для сборки, и при сборке соответствующей программы они будут добавлены. добавлены. Вот. Собственно, мы так и сделали. Обратите внимание, что фактически мы сами указали, как называется библиотека, мы вообще не проверили, есть ли include файл от нее. Мы ничего не проверили, мы просто руками все сказали. Тем не менее, обратите внимание, что наш проект собрался. Вот. И он работает. Давайте теперь вставим в проект две вещи. Во-первых, мы вот этот git clean минус fd засунем о, чистый и сухой. Засунем в make-файл. Обратите внимание, что если мы редактируем файл make-файл.am, он на самом деле make-файл. Он просто шаблон для него, поэтому можем вставить прямо вот это во-первых. А во-вторых, все-таки сделаем поддержку поддержку библиотеки в конфигуряке. Значит, как проверять в конфигуряке наличие библиотек? Есть макрос checklib и checkheader. Вот мы им воспользуемся. Значит, макрос checklib состоит по умолчанию из названия библиотеки. Она называется encurses. vv. Вот. А вот здесь должна быть функция. Значит, в чем идея? Идея в том, что проверка наличия библиотеки будет происходить так. Мы возьмем маленький файлик, в котором вызовем функцию из этой библиотеки, скомпилируем ее с этой библиотекой, этот файлик, и если он скомпилируется, значит, хорошая, годная библиотека, она есть. Давайте посмотрим, какой. Ну, допустим, не знаю, венитскр. Да? Вот. Вот. Ну, и хедер примерно так же устроен. Вон, вот, ну, курс, Саша. Ну, убираем. Чем при этом произошло? Мы нашему конфигуре будущему, то есть утилите настройки и профилирования, и опционирования. Сказали, дорогое конфигуре, наша программа должна собираться с библиотекой энкурсис В, вот, в которой есть, например, функции проверь это. А еще мы сказали, дорогое конфигуре, наша программа инклюзит энкурсис Аж, будь добра, тоже проверь, что этот энкурсис Аж вообще существует и доступен. Такие дела. что у нас творится? Ага. Че, попробуем. Ну, классическое, классическое, значит, все перегенерируем с самого начала. Напоминаю еще раз, что обычно результаты автореконфа, вот эти, складываются в архив и в таком виде хранятся, даже не в таком, а вот в таком. Вот. Я убрал симлинк. обычные результаты автореконфа вот в таком виде хранятся в репозитории и автореконф запускает только сам разработчик программного продукта для того, чтобы поменять собственно, скрипт конфигурь на какой-то мотиной. Скрипт конфигурь, он умеет проверять сам, в какой он операционной системе запущен, сам умеет проверять, где на самом деле лежат библиотеки инклюзитники и вообще все умеет сам. Давайте лучше посмотрим, что нам скажет конфигурь. Обратите внимание на то, что конфигурь проверил, во-первых, так, не грепайте, не грепайте глазками, грепайте грепом, да? О! Значит, конфигурь проверил, что вообще функция init.scr существует в курсе с библиотекой в библиотеке курсис. Он скомпилировал некий тестовый код, сейчас мы на него посмотрим, с библиотекой инкурсис.v. Проверил наличие библиотеки курсис двумя способами, тремя способами. Вот. То есть самого файла, попытки с ним собраться, с таким инклюдом и все остальное. После чего сгенерил файл конфиг.h, смотрите, в котором есть приехавшая от нашего конфигуряка клюшка под названием have lib incursis.v. Дальше мы можем пользоваться тем фактом, что этот lib incursis.v вообще есть у нас, просто в программах на C, потому что у нас будет определена вот такая, вот такая, такой макрос. Вот. Значит, ну, я думаю, что теперь make у нас сработает, естественно. Обратите внимание, make в результате автомake сам понимает, что нашу программу надо собирать с библиотекой либо incursis.v, нам не нужно это делать самостоятельно. Вот. Такие дела. Ну, все работает. Ну и, кстати, обратите внимание на то, что достраивание в шеле, вы говорите make, а он показывает нам все возможные таргеты, он заглядывает в make файл, вынимает оттуда все таргеты и в частности у нас есть, например, вот наш прекрасный git clean, который мы туда вставили. Такие дела. Вот. И это, значит, как нам настроить на использование библиотеки. Обратите внимание на то, что отсутствие данной библиотеки, давайте я это покажу, давайте мы в конфигуриях введем еще одну библиотеку. Отсутствие данной библиотеки никак не влияет на то, что, ну, скажем так, отсутствие или наличие библиотеки не влияет на успешное завершение скрипта конфигурии формирования моих файлов. Отсутствие библиотеки, которую мы просто проверили ее наличие, приводит к наличию или отсутствию в конфиг аши соответствующего макроса. Вот давайте мы проверим какую-нибудь несуществующую библиотеку. Значит, давайте проверим наличие библиотеки libmissing огней символа not found. Шмяк. Все, перегидируем с нуля. Дальше что мы делаем? Дальше мы говорим конфигурию. Вот. Смотрите сюда. Конфигури проверил, что есть ли у нас библиотека libmissing с функцией not found. Не нашел ее там. Все, тем не менее, очень хорошо. Он сделал makefile, makefile работает. В конфиг аши написано вот такое. Не определен макрос have любmissing и этим мы можем воспользоваться в нашем проекте. Вот. Ну что, make работает. Вся фигня работает. Ой, я не на эту кнопочку нажал. Как нам сделать? Давайте мы это закоммитим. Вот. Как нам сделать ситуацию, что наш конфигури вообще не сгенерится, если нужно библиотеке нет? Ну разумеется, нам нужно обмазать макросы checkheader и checklib каким-нибудь сообщением об ошибке. Давайте посмотрим, как это у нас сделано. Вот тут в примерчике оно есть. Мы добавляем еще несколько параметров в вызов макросы checklib. Вот. Что делать третий параметр не помню и в общем знать не знаю вот а здесь напишем это что? Это лип это значит курсис из нелед. Вот. А здесь соответственно да значит люб миссинг мы не будем этим обмазывать потому что иначе наш проект никогда не соберется ну кстати можно обмазать мы увидим так тут по-моему скобочки не хватает да вот и здесь такая же картина значит что делать вот этот параметр я не помню в смысле не знаю надо почитать документации ну вот а тот значит including сейчас да нет отладчика нету ну скажем так сейчас расскажу про отладчик все очень смешно акшенов фаунд конечно спасибо спасибо глеб да понятное дело что это у нас акшен и в нот фаунд а вот в квадратных скобочках мы еще можем написать что-нибудь что нужно сделать если ответ что библиотека найдена дополнительно какую-нибудь клюшку да 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 спасибо большое ну вот значит сейчас ничего не изменится понятное дело давайте мы случайно напишем вот так ошибочно да вот если мы напишем вот так вот то наш скрипт конфигурь дэдыщ упадет на проверке наличия инклюдика инкурсис е да вот и не дойдет дальше то есть он ничего не создаст он упадет с ошибкой потом смотрите 20 да то есть он возвратил не нулевой статус возврата ну короче короче скрипт не доработал ну естественно мы не хотим такого да пускай вот так обращаем ваше внимание что мы на позапрошлой лекции что ли настроили наш вим таким образом что он хранит историю изменений файла всегда я сейчас нажал просто у анду да и наш замечательный вим сделал анду того действия которое я выполнил при прошлом редактировании этого файла очень удобно мне страшно это нравится да значит ну вот вот в таком вот это виде оно значит должно сейчас вот что это а это значит если у нас в сборочном окружении не будет этой библиотеки с данной функцией или не будет этого инклюидника то ничего не заработает да так что еще мы можем сделать тут еще какое-то тестирование по-моему было у этого товарища а тестировать еще клюшка ну давайте сделаем тестирование и давайте сделаем минус-минус enable еще походу значит что касается тестирования с тестированием ситуация следующая давайте мы модифицируем наш кейскан чтобы он проверял запускает ли его с терминала вот есть такая функция из этот и у ему ей надо передать файл и дескриптор она скажет терминал это или нет давайте значит заинклюзим заинклюзим этот самый union с тд вот if что нот из этот и у стд ну и типа error давайте кстати как там нужно error rush error status earn и дальше print отлично status error rush status у нас будет единица ошибочный вернул у нас будет ноль потому что мы ничего не знаем про вернул вот хотя можно было какой-нибудь поставить и ноль или нол ну ноль конечно вот так вот да значит давайте у нас проверим как это работает а вот давайте напишем тестирующий скрипт ну тестирующий скрипт будет выглядеть вот так вот будет называться ты грекши и будет делать вот так вот значит бин шо кейс скан дев нул да тест вот такая фигня не равняется о а будем направить вывод два один ну-ка что-то не работает сейчас посмотрим а доброт равняется я тормоз да вот предположим у нас и тогда он наоборот все будет все будет наоборот отлично вот тест который возвращает exit статус в случае если штука работает правильно и возвращает exit статус не нулевой если штука работает неправильно вот так 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 да вот отлично значит говорим в в чем в автомейке что да нет не здесь в автомейке что у нас еще тесты есть вот и этого достаточно чтобы в нашу секцию чек которая есть в мэйк файле всегда просто она пустая обычно приехал запуск вот этого теста с помощью такого несложного фреймворка на шейлере написано для тестирования давайте попробуем сейчас 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 это что было авторикон а не нужно авторикон до конфигури нужно а нет нужно авторикон потому что в мэйк файл и нам не приехал значит ну конфигури обратите внимание к нам в окружении приехал приехал скрипт под названием тест драйвер которого раньше не было это собственно и есть шельный тест сьют в количестве там всякие данные вот тадада тест прошел да сделаем сделаем проверку да тест не прошел такие дела вот понятное дело что все это такие ну достаточно самодельно как сказать простые инструменты но если у вас простой проект то простые инструменты вполне годятся в них пока им можно разобраться так это что касается тестирование последнее что я хотел рассказать это что-то еще хотел рассказать чак вот это вот нужно эту фигню вот значит обратите внимание что результаты тестирования и шаблон тестирования сохраняются в призамский маяк чек вот 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 да нет гид комит 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 минус а минус а минус м в данный тест комит через не комит а комит о значит что-то еще хотел рассказать сейчас я вспомню и нэйбл значит как вы помните я говорил в начале что конфигурях ну и вообще конфигуре используется для двух целей для адаптации к окружению и для опционирования сборки опционирование сборки означает что мы можем собирать нашу наш проект с поддержкой библиотек или без поддержки библиотек каких-то с включенной некоторой фишкой или с выключенной некоторой фишкой для этого существует две две клюшки одна называется минус минус виз а другая минус минус хенейбл вот но значит чем они отличаются расскажу чуть позже мы сейчас воспользуемся фишкой минус минус хенейбл введение которое приведет к появлению в конфиг аж дополнительной настройки кстати давайте для экономии времени подключим это в конфигуряки б 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 о вот она эта фишка значит что мы хотим сделать мы хотим добавить новую книгу новую клюшку которая по умолчанию включена но ее можно выключить которая передаст в в в config.h макрос под названием кейпад как это делается значит мы говорим что в нашем конфигуре будет дополнительный дополнительный ключик который будет называться дизейбл кейпад значит по умолчанию он будет enabled но его можно будет выключить вот этого описания этого ключика вот и если enable кейпад не выключить то в config.h будет добавлен настройка кейпад включенная define вот этим можно будет воспользоваться из программы значит давайте мы все это сделаем для начала в кейскан вставим вот сюда вот значит и в дев и в дев да господи прости кейпад кейпад винтру else false значит эта крюшка должна приехать вот отсюда из конфигажа значит для этого мы берем конфигура наш и вписываем в него вот эти вот вот эти вот строчки я для быстроты их просто скопи пащу вас но в принципе это значит давайте еще раз в принципе в принципе объяснение такое вот это приведет к тому что у нас в нашем скрипте конфигури появится ключ минус минус дизайбл кейпад и соответствующая настройка которая будет называться и ныбл кейпад ну собственно вот она фасли да спасибо лог значит бла 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 значит соответственно вот эта имя настройка включена У нее по умолчанию она включена, но ее можно выключить. А вот это проверка того, что у нас конфигурь запущен с включенным или выключенным кейпадом. И если он включен, то есть если он не no, то в конфигаж приедет define кейпад. Давайте это проверим. Вот мы все перегенерируем опять с нуля. Вот мы говорим о конфигуре. Обратите внимание, что в параметре минус минус help внезапно появляется вот такая штука в нашем конфигуре. Она туда добавилась. Кстати, обращаю ваше внимание, что достраивание командной строки в shell умеет залезать в конфигурь. Ну, точнее, запускает конфигурь минус минус help. О, сейчас. Вот он. Он выключен. И у нас в результате нашей программы, если я сейчас нажму на какую-нибудь стрелочку, вот я нажал на backspace, вместо того, чтобы превращать его в k-backspace, она его превращает в ctrl-h. А если нажму на любую функциональную клавишу, поскольку у нее первый символ это escape, я нажал на f4, она вышла. И еще остатки от f4 вылезли на экран. Вот давайте теперь уберем этот desirable кейпад. Посмотрим в конфиг h. Вот он, кейпад, включен. Вот. Вот, все хорошо. Обратите внимание, я нажал на backspace, и теперь она не ctrl-h, а кейп, backspace, ну и функционалки работают, и все. Значит, это настройка, которую управляет enabling disable. Есть еще настройки with и without. Минус, 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 without. Они, как правило, предназначены для того, чтобы вы явно указывали, с какими дополнительными зависимостями, или без каких-то дополнительных зависимостей, нужно собирать весь проект. То есть, enable включает некоторую фичу, а with включает дополнительную зависимость. Соответственно, disable выключает фичу, without выключает зависимость. Вот. Значит, у нас осталось еще 15 минут, чтобы поговорить не про автотуз, потому что помимо автотуза есть еще всякие штуки. Вот. Ну, хорошо, значит. Что у нас тут? Да. Что тебе не нравится? Вот. Альтернативу, альтернатив автотузу очень много, потому что он реально сложный, он реально зачесан на платформу, в которой есть Shell, в которой есть куча гнутых утилит. Не показал. Спасибо. Сейчас, давайте проверим. Тут Глеб спрашивает, а как вообще делается проверка наличия символа библиотеки? Ну, давайте проверим, покажем. Действительно. Спасибо. Значит, вот кусочек на Shell, который проверяет наличие символа в библиотеке. Мы проверяем, что есть такая библиотека LibMissing, а в этой библиотеке LibMissing есть функция под названием NotFound. Проверка происходит так. Мы формируем файл на C. Вот он. Это файл, не на C, файл на C, файл хедер. А, нет, conf.debs, это дополнительный файл этих самых с конфигами. Вот. Мы формируем файл на C, причем то, что он C, это оно само определило там раньше где-то. Вот. В котором лежит вот такой текст на C, обратите внимание, значит, вызов функцию NotFound. Вот. И пытаемся его скомпилировать. И даже слинковать с библиотекой MinusLMissing. Если сборка с библиотекой MinusLMissing, программа, в которой написано символ NotFound, прошла успешно, значит, хорошо. Если по какой-то причине прошла неуспешно, значит, ошибка. Вот. Обещал показать, не показал. Хорошо. Значит, у нас осталось теперь уже 10 минут на CMake. Видимо, я просто расскажу про то, что это такое, покажу пример проекта, а рассуждать долго не буду. Значит, главный недостаток автотулса. Их два. Первый. Он написан на всяких эзотерических языках. И даже такое читать, в общем, нужно иметь опыт. Вот. А уж вот такое читать нужно еще больше опыта иметь. Вот такое всякое. Ну, это, правда, shell. Вот. То есть, читать shell скрипт, обернутый m4 макросами, это... Вот. Второй недостаток, что он требует наличия сборочной среды, похожей на линуксовую. Ну, гну, условно говоря. Да, там много утилит. Мы, ну, вы видели, целый набор всего должен быть. Поэтому, например, если вы собираете проект под винду, то вам нужно прям ставить целый пакет, целый комплект, целый дистрибутив чего-то сборочного окружения линуксообразного. Ну, там, цигвин, мингвэ, какие-то... Ну, в общем, вот это все. Да? И только тогда это соберется. Возникла идея сделать полностью кросс-клосс-платформный проект, который вы как бы сам на себе жил. То есть, вы ставите, допустим, некоторый инструмент. Этот инструмент позволяет вам генерировать сборочные зависимости и опционировать сборку, несмотря ни на какую, значит, операционную систему, чтобы все было в одном флаконе. Этот инструмент, вот один из самых таких крутых инструментов, называется CMY и популярных. Он в действительности, собственно, и разрабатывался как такой автотулс не для линукса, поэтому у него есть некоторые такие исторические странности. И разработчики под линукс эти странности должны обходить. Но, с другой стороны, он гораздо проще в синтаксисе, с ним несколько легче управляться. Вот. А еще, я говорил вначале, что я не знаю, существует ли авто что-то другое, не автомейка, а какой-нибудь автониндзя. Вот. А вот CMY изначально проектировался как инструмент, который в качестве генератора может сгенерировать вам не только make-файл, но и ниндзя-проект, Visual Studio проект, там еще какой-то, кумейк-проект. В общем, всякие интересные вещи. То есть, сгенерируется не... проект, который собирается не make-файл, а чем-то еще. Вот. Ну вот, как-то так, хотя, хотя... Ну, в общем, сейчас мы чуть-чуть про него поговорим. Очень популярный инструмент, как бы, особенно если кто-то написал свою волшебную систему сборки, ужасную, то перейти потом надо на CMY, потому что это проще. Ну вот. Ну вот. Значит, давайте мы... А, у нас ничего не сделано, но хорошо. Во. Значит, поскольку у нас осталось совсем мало времени, я просто подгляжу в шпаргалку свою... Вот наша шпаргалка, в которой написано следующее. Давайте мы его прям сохраним в файл под названием CMYKLIS. Что у нас есть, проект, который называется Key, чего там? Keyscan. Что есть у нас, проект, который называется Keyscan, что он требует наличия пакета курсис. И вот тут у нас возникает вопрос, а как, собственно, проявляется наличие пакета курсис? Правильный ответ. А в случае CMYKLIS, под все библиотеки, которые существуют, пишется специальный инструмент их поиска. То есть фишка состоит в том, что вы, конечно, можете в CMYKLIS проверить наличие инклюдника. Но, как правило, этого недостаточно. И если в случае, как вы видели, в случае автотулса происходит прям волшебная попытка компиляции чего-то с чем-то, то в случае CMYKLIS, как правило, просто соответствующий кусочек CMYKLIS, в котором описано, как в вашей системе выглядит курсис, где-то там лежит. Если ваш пакет не описан, ну, вам придется как-то вручную немножко побороться с тем, чтобы правильно определить зависимость. Вот. То есть еще одна идея курса, те самые CMYKLIS, состоит в том, что он приходит с описанием инструментов таких популярных, типа тех же курсов, там, КУТЭ, еще чего-то. Короче, библиотек. И вы должны просто говорить, так, я хочу курсис. Он говорит, окей, в вашем курсисе есть такие инклюдники, есть такие библиотеки, все. Если вы помните, в нашем keyscan.se included config.h, который у нас генерился автор конф. Соответственно, для того, чтобы обеспечить такую же штуку в курсис, мы должны нарисовать для него... Для него должны нарисовать шаблон, вот, в котором мы, собственно, в этом шаблоне мы должны описать единственную ту переменную, которую мы... Ой, я не там поменял. Я не там поменял. Вот. Значит, единственную переменную, которую мы используем в нашем ксишном файле, взятую с config.h, эта переменная приезжает оттуда, если мы ее включили и не включили. Вот это так делается. Сейчас мы все увидим. Вот. Здесь еще раз, значит, не key, а keyscan. Здесь тоже keyscan. Здесь тоже keyscan. Вот. Вот как-то так. Значит, мы описали, каким CMake мы это собираем, потому что может быть разноверсится. Мы назвали проект, версия, кстати, тут пускай будет 001, а то это слишком круто. Мы описали, из каких исходников получается бинарник. Мы описали, какую библиотеку нам нужно подключать. Мы сказали, что у нас, поскольку у нас используется config.h, то у нас include должен происходить из того места, где лежат инклюдники курсис. Они могут лежать в разных местах. За это отвечает описание пакета курсис в CMake. Вот. А еще текущий каталог тоже должен быть вставлен в список инклюдников, потому что мы оттуда config.h будем. Вот. Значит, мы описали, ну, не key, а keyscan, да. Мы описали, что для сборки, для сборки бинарных keyscan нужна еще библиотека курсис. Вот. И мы сказали, что у нас есть конфигурационный файл, профиль, шаблон, который лежит в вот таком вот файле, а результат должен нравиться config.h. Вот такая вот картина. Значит, в принципе, то, что я сейчас покажу, AutoTools тоже поддерживает. Это называется out-of-source build. Очень удобная штука, которая приводит к тому, что все генераты генерируются не в том каталоге, в котором лежат исходники. Вот. Просто по умолчанию workflow в AutoTools так устроен, что build делается in-source. Но при некотором упражнении AutoTools тоже может делать out-of-source build. Out-of-source build. А вот CMake, он изначально устроен таким образом, что build делается out-of-source. Значит, поэтому можем, скажем, создать каталог. Ну, не знаю, вот здесь. Build. Вообще не в том месте, где у нас все лежит. И сказать ему CMake, а в качестве параметров указать то место, где лежат CMake файлы. Обратите внимание, что-то очень похожее на конфигурь у нас произошло. Ну, и на AutoConf тоже. Мы проверили, какой есть компилятор, мы посмотрели, какой у нас, есть ли у нас курсис. И вот в нашем текущем каталоге сформировался конфигаж, сформировался makefile, обратите внимание. Он более читаемый, но совершенно непонятный. Потому что он, хотя нет, достаточно понятный. Вот. конфиг.h, посмотрим в него. Keypad неопределен. Это значит, что у нас сейчас соберется неправильный, этот самый, неправильный бинарник. И какой-то, какой-то, какие-то всякие промежуточные генераторы от CMake, которые нас не интересуют. Ну, что, давайте скажем, make, какой разноцветненький. Keyscan. А, да, вот видите, он собрался без опции, без опции keypad. Чтобы, значит, была с опцией keypad, надо сказать, cmake autotools минус d keypad равняется yes. О! О, другое дело. Вот примитивнейший cmake проект. И мы начали на 5 минут позже, поэтому я еще 5 минут зажру от вас, с вашего позволения. Значит, в чем главная фишка out of 3 build, out of source? Мы, вот этот build, он вообще лежит не в том каталоге, где все остальное. Мы можем вернуться сюда, и здесь будет чистенько и сухо, вообще без ничего все. Вот. Еще одна интересная фишка CMake, как я уже сказал, он поддерживает разные таргет-платформы. И мы, например, вместо make-файла можем сгенерировать ninja-файл. Да, Глеб, все правда. Я уже говорил, что, возможно, когда я в следующий раз буду рассказывать про autotools, надо сразу делать out of source build, чтобы не было такого ощущения, будто autotools не это не поддержит. Они это отлично поддерживают, и там очень неплохо все это работает. То есть, ну, в этом смысле все хорошо. Да, значит, сделаем ninja-файл. минус g равняется ninja, по-моему, так это делается. Или просто ninja. Во. Значит, обратите внимание, что изначально все произошло точно так же, только вместо make-файлов у нас появился build.ninja в ниндзевом синтаксисе. Ninja, если вы помните, я не знаю, упоминал или нет, это такой аналог make, только достаточно простой, предназначенный, в первую очередь, для генератов. Ну, вот такой типичный пример, да. Мы взяли просто и тупо, и тупо засандалили все конфиги CMake, вот, потому что ninja, ну, как бы не умеет их шаблоны раскрывать. Такие. Но. Тадам. У нас все работает. Такие дела. Значит, оставшиеся пять минут я потрачу на две вещи. Я не показал, и, видимо, это я зря сделал, что помимо таргетов check, build, в автотонсе, ну, и в CMake, разумеется, в таких вот инструментах есть еще target install. Про install мы будем говорить позже, когда мы будем, в принципе, разговаривать, что это про deployment, но идея стоит в следующем, что мы с вами собрали некоторый проект, который, в принципе, можно запускать прямо из текущего каталога. Вот у CMake есть такая, как бы, вернее, не у самого CMake, а у сообщества, которое за CMake стоит, есть такая особенность, что они очень часто собирают программы и прямо оттуда их запускают. В случае Linux это не очень хорошая идея, я бы даже сказал, совсем плохая, потому что, например, если вы пишете настоящую приложению под Linux, то у вас бинарники будут лежать в USR bin, там данные будут лежать в USR shari и так дальше, ну и плюс, вообще говоря, нужно быть администратором, чтобы это все устанавливать в правильное, как бы это сказать, системное место. Но если вы тестируете сборку, то вы можете сказать так, значит, давайте мы весь этот путь повторим. Ой, да, повторим этот путь. Конфигурия. Make. Make install. Дир, по-моему, равняется. TMP.Ku.Ku. О! Обратите внимание, что по умолчанию конфигурия считают, что установка происходит в USR local, и вот, но мы можем, мы должны были конфигурия с правильным префиксом вызвать, да? Минус-минус префикс, по-моему, ему надо было сказать. Да! Мы должны были сказать ему минус-минус префикс. Конфигурия, взянуть конфигурия. Это же ты привыкли, вот, минус-минус префикс равняется USR. Ага. Обратите внимание, что такие таргет, как lean и all, тоже по умолчанию есть. Он стирает все, что нужно, и собирает все, что нужно. И вот теперь, вот, если мы скажем install, давайте только уберем этот ку-ку. Вот. То все, что мы, все, что мы запланировали, там, вот что, прям сюда, что ли? А-а-а-а! Тороплюсь. Вот так, да? Все, что мы запланировали к инсталляции, приехала в дерево каталогов похожие на наше линуксовое дерево который лежит в dsd или темпы куку из этого потом можно сделать пакет вот если вы суперпользователь вы можете это прям в систему ставить но лучше не надо так нормальные люди не делают вот такие вещи значит clean install dist clean смотрите удаляет все генераты за исключением тех которые генерятся до стадии конфигурить да вот это как бы считается дистрибутивом я в этом уже говорил вот значит все эти таргеты по умолчанию приезжают к вам в мой файл если вы пользуетесь автокон авто тулс и последнее что я хотел сказать это то про что я просто забыл высказать на ленции что адаптация к сборочному окружению на скорую руку может еще делаться с помощью проект который называется пкг конфиг когда конфиг это очень краткий описание того как как и в конфиг это очень краткий описание того как как и в конфиг это очень с этой библиотекой собираться вот вот это описание простенькая в которой написано что инклюдники лежат юсер инклюд библиотеки лежат юсер лип что еще при компиляции надо на самом деле инкурсе свой еще липтинфа подключать но мы вот этого не делали нам было хорошо без него вот значит при компиляции на си может быть стоит включать гну-сорс и дефолт-сорс но они по умолчанию у нас это включены вот соответственно вы можете сказать пкг конфиг чё там инкурсе см минус c вам расскажут что нужно ну c большой да нет да ладно а минус минус липс и минус минус все флакс я тормоз минус 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 липс вам расскажут с каким библиотек вы нужно конкурировать этой библиотекой а если си класс вам расскажут чем у чего нужно передавать компилятор вот но это в общем простейшая такая штука в первом очередь она нужна для того чтобы всякие автоматические генерилки сходили к пкг конфигу узнали где собственно лежат там пути вот тут вот сейчас если есть какие-то специальные инклюид нити чтобы были липс он или там include include чего-то там ну в общем бог с ним вот и последнее что-то я хотел ответить на вопрос хотел значит еще раз про м4 значит в принципе м4 знать не на в том смысле что вам никогда не придется если вы делаете свой собственный давайте мы про гпл и про лицензии отдельную строим разговор хорошо не сейчас просто времени уже нету значит или вон приходите в чате там поговорим значит еще раз принципе м4 вам знать не надо вам не придется редактировать м4 скрипты вам не придется писать что-то на м4 вот если вы не обнаружили какую-то ошибку или какую-то сильную несоответственно но когда вы смотрите на скажем на конфигурят да то его синтаксис вот такой он спровоцирован синтаксическими особенностями ограничениями м4 и иногда без понимания того что на самом деле там под как потом происходит приходится пользоваться вот с этими все этими вот этими штуками как такими волшебными словами поскольку я противник волшебных слов то с одной стороны хорошо бы в него вникнуть в м4 а с другой стороны он реально лежит несколько в стороне вот общего представления девопсах о том что должно происходить да значит но но я бы на вашем месте в него потыкал он смешной с помощью него иногда решаются какие-то задачи которые так просто не решаются обычными путями то есть задача преобразования одного текста в другой путем на согнил в него макс с помощью м4 решается довольно весело так все у нас я уже выжил выжил некоторое количество некоторое количество нашего времени значит домашнее задание я за сегодня составлю скорее всего она будет состоять в том что мы возьмем позапрошлое домашнее задание с показывал к файлам в курсе с и обмажем его автокрепом ну а может быть и цимейком это уж как захотите вот если больше вопросов нету то пора мне кажется уже заканчивать все на этом спасибо